...с высшими планами, то есть мы как-то саморастроились на саморастройке, самостоятельному влиянию на себя, имущество и беда. И вот почувствовали из-за трех раз, ну все почувствовали какие-то изменения вообще, психическое состояние. А вот представьте, повторите, хотя бы сто восемь раз, а тысячу восемьдесят. То есть вот у меня есть один друг материалист, который как-то вот скептически вот говорит, что ты повторяешь эти мантры, то есть он меня видит щетками и вот говорит, что тебе это дает? Ну как будто мне голову задулили, там религиозное несение, и вот приятного и непонятно что, и он ему посадил, и мы вместе с ним повторили сто восемь раз манту, вот как мы повторили три раза. То есть он встал, говорит, я все понимаю, говорит, супер, и сейчас повторяю, говорит, я Бога не верил, говорит, если это выше разум, то говорит, я чувствую, как у меня нормализуется давление, как у меня уже нормализуется сердцебиение. То есть и так же, то есть этот звук, вот все трансцендентное, оно влияет не только на сознание, оно влияет на весь организм. И нету в энергетике такого разделения, то есть сознание и организм, насколько они связаны, вот психосоматические заболевания, есть одно целое. И в энергетике связывается, есть такой пример, как горшок и масло. Вот горшок, например, это наш ум, и масло это тело. И мы туда, что мы туда вольем, то есть это касается и пищи, это касается эмоций, вот то будет вибрировать. И каждая больница, это тоже определенная вибрация, и большинство из них начинается на тонком плане. Мы сегодня поговорим о грубых причинах болезней, но неправильно было бы говорить, что вот все болезни из-за ума. Ну вот есть такие пропагандисты здорового образа жизни, которые вот все болезни от ума. Ну и в этом есть большая доля правды, но также есть болезни, которые вызваны грубыми причинами, и мы их сегодня тоже коснемся, которые как бы ты ум не настраивал, как бы ты не повторял мантры, если ты кушаешь плохие продукты, то здоровым быть невозможно. И первое, с чего я хотел начать, это качество продуктов, которые мы едим. То есть оно как бы вне вот тех семей правил, которые я хочу озвучить, оно как бы вот пришло последнее по пониманию лично у меня, последнее пару лет. И слушая лекцию такого генерала Юргеды, как Васан Клада, который организовал институт Юргеды в Соединенных Штатах Америки, где в том числе и учились наши соотечественники, если раньше я слушал его лекцию 5 лет назад, 10 лет назад на подобных мероприятиях, то его спрашивали какие-то главные причины болезни, он говорил, это пищеварение, то вот на последнем подобном мероприятии он сказал, это качество продуктов. То есть вот тот, кто хочет быть здоровым, должен сейчас подумать о качестве продуктов, которые он есть. Потому что вот все вот те правила, которые, например, я назову, то есть если вот будет не то качество продуктов, то абсолютно во здоровье, вот того правильной вибрации кема, то есть это длиться очень сложно. И первое, это, конечно, основная причина, мы начнем от грубых причин, вот основная причина у большинства хронических болезней, это неправильное питание. Если мы поговорили о продуктах, есть еще причины, это питание неподходящей пищей. И вот здесь не будет каких-то общих, например, советов. Ну, кроме того, что кушать пищу для всех, ладно, для всех конституций, ладно, свежую. А это, прежде всего, каждый из нас должен подобрать для себя персональную диету. И диету, исходя, понять себя. Лучше, конечно, друзья, посходить к работным специалистам, докторам. Вот в Киеве у нас ведут такие приемы, и он тебе поможет просто для себя понять именно, кто ты такой. И мы все знаем такую фразу «познай себя». То есть вот это познание себя во многом начинается, или во многом, или одновременно, с познанием своего тела. Что для тебя хорошо, и что для тебя плохо. Ну, и что я заметил, что люди, которые находятся на серьезном уровне сознания, они интуитивно чувствуют, что для них хорошо, а что им плохо. Но так как таких не так много, то в основном мы смотрим на мир через искаженную призму своих каких-то корыстных интересов. И, соответственно, мы видим на искаженном виде, что для нас хорошо и что плохо. И, то есть вот главная причина болезни его по юбиле, это вообще-то рада. И вначале, когда я услышал об этом, у меня как-то... Лучший перевод для этого слова – это корысть. Я думаю, ну как, ну, если люди не корыстные, все равно болеют как-то. Ну, я потом понял, что это охватывает более широко это понятие. Это жажда получать наслаждение. И для кого-то это корысть будет в деньгах, через жадность. А у кого-то это будет в чрезмерном вожделении. Это будет, у кого-то это будет во власти, признании. Там, вот, все вот в обнимании. То есть мы можем сейчас прекрасно видеть это по миру, там, инстаграма, фейсбука, все. То есть много людей, которые вот хотят реализовываться. И это как бы нормально. То есть вот в какой-то мире просто надо знать какую-то меру. И эта корыстная, она проявляется у всех, у кого-то в чрезмерном потреблении пищи. У кого-то это может быть там какие-то вот алкоголь еще или сигареты. Понимаете, это все, это все вот какая-то жажда вот наслаждения. И то есть она дает определен, как и стимул жизни, для того, чтобы просто для многих надо эти наслаждения. Это нормально. То есть алюбеда не отрицает наслаждения. Но вот когда они выходят чересчур, то уже, то есть организм начинает работать на износ. И то есть организм, соответственно, начинает болеть. Это также пища, не соответствующая возрасту. И уж такая бы рекомендация и алюбеды, что чем старше мы становимся, тем проще, тем питательнее, тем легко перевариваемее должна быть наша еда. Это вот начиная, я думаю, с 35, об этом уже надо думать. То есть вот мы должны меньше потреблять вообще как таковых белков, потому что у нас некоторая вот такая белковая наркомания. Даже если вы даже среди вегетарианцев, то вот почему-то вот какая-то борьба, что будет не хватать белка, как будто они целый день где-то гребут на галерах. Им надо столько белка. То есть вот белка на самом деле не так много. Я сам занимался спортом в свое время и знаю, то есть вот подходим к этому научно. Сколько за раз может перевариться. Это, соответственно, эта пища должна быть готовой, потому что возможно, среди вас есть последователи сыроедения. Я вам скажу, что не всем это подходит, но есть кому вот людям огня это подходит. И, соответственно, вот для них это какое-то время достаточно долго может приносить какую-то пользу. И они не будут мерзнуть, у них будет всегда много сил. Для большинства людей это неподходящая диета, которая со временем даст легковь, а в конце могут быть даже психические отклонения. Я думаю, многие из вас об этом слышали. Мне доводилось с этим встречаться, когда ярко выраженная вакадоша, человек воздуха, начинает сыроедить. И как вначале она себя действительно чувствует хорошо, она летает, а потом ей просто начинают болеть кости перед этим. То есть вот все. Ну тут можно как-то противостоять маслами, вот, и, думаю, психическим, а окрачивается тем, что вот какими-то галлюцинациями, вот, какими-то психическими нарушениями. То есть вот чисто вот из-за физического воздействия, вот, как вата выходит из равновесия. И многие считают, что, например, салатики это легкая пища, это тяжелая пища, она сырая. То есть организму надо очень много будет проявить вот того внутреннего тепла для того, чтобы ее переварить. И вот, например, вечером вообще не рекомендуется салатики кушать. Вот по ее время я сразу буду давать такие практические советы. И раньше вот у меня был такой период, я считал, что я здорово питаюсь. То есть я скушал салат, я там выпил стакан кефира, и потом, ну, все равно что-то, вот, какая-то, какой-то непорядок с кишечником. У меня еще больше каких-то лекарств там, ну, вот, как, как, как вот речь это, вот, как мне назначали, как я и лечил, там, еще больше бактерий какие-то, но еще сильнее там бродит, и вообще страшное дело. Просто, просто надо понимать, что эта пища, ужин должен быть у всех дождь, ну, разве что, вот, бать это допускается, вот, жирная чуть-чуть, вот, и сладкая. То есть, а вот у других дождь он должен быть достаточно легким. Также мы должны учитывать время года, то есть мы, например, пища должна меняться каждый сезон, вот, в Индии есть шесть сезонов, есть там, вот, ранее-поздняя осень, ранее-поздняя весна, то есть они достаточно сильно обмечаются, согласны, вот, и, вот, она дает рекомендации для каждого, для каждой пары года. И моя задача сегодня, может быть, не рассказать, вот, все, вот, этот огромный срез знаний, который есть в аюбиде, а просто дать вам посеять, у многих, полить, а у кого-то посеять зерно интереса к аюбиде, и, например, перейти на ютуб-канал «Раса-пи-ви», где порядка тысячу лекций разных лекторов, интервью, посвященных аюбиде, где вы сможете найти вот, вот, все эти знания. И есть сезонные, называется, вот, «Дина-ачария», вот, сезонные и ритм-ачария, которые должны делать в течение дня, и которые делать должны в течение года. Например, когда же рама, мы должны, там, наносить, и мунипидо-конституции, мы должны наносить масло. И вот так же, к сожалению, вот, у наших людей меняется, в основном, это только одежда. Ну, вот, и фруктов становится зимой меньше. Ну, они, на самом деле, не очень подходят, вот, потому что трубка не охлаждает, и есть их можно только в обед, вот, и зимой пух. Ну, вот, это все естественно, просто мы должны ввести здоровое блюдо. То есть, вот, мы должны изучить, вот, или кухню аюбидическую, вначале она, может, кому-то покажется там неприемлема, вот. Вот, ну, когда вы ощутите, вот, то здоровье, потому что вы должны всегда быть, вот, лучшим диагностом, и, вот, датчиком, вот, своего самочувствия. Поэтому вы будете понимать вообще, как, вот, подходит или не подходит вам та или иная еда. И я вот, мне когда был в командировке, был человеком, и я вот вижу, он кушает одну еду, и я вижу, после этого у него отрыжка, я говорю, а что ты кушаешь? Это не подходит вообще, ты с вот, с соданными напитками. Вот, вот, как-то вот, ему нравится это кушать, ему нравится, чтобы, вот, этот, соус его острый, вот, все эти вещи, ну, оно ему не подходит. То есть, он балует, вот, свое чувство. Вот, он, через что, и ум отступает на трой план. Первое, что мы должны для того, чтобы быть и здоровыми, и счастливыми, и успешными, это кто-то эти люди, это которых ум идет впереди, а потом это чувство. И Владимир Вет это подтверждает, как часть ведической культуры, что вот, насколько вы умеете контролировать свои чувства, и ум руководить вашими поступками, насколько вы будете понимающими, успешными, то есть, вообще, как бы, извините за заговоры, расщепленными по жизни, как, знаете, вот, насколько вы будете видеть, и что надо вам, и что надо, вообще, общее, ну, вот, этому вот учить, в том числе, о любвида. Потом, не в том количестве, это понятно всем, пища, то есть, одна из причин болезни под пищей, это вот, не в том количестве, и не по своей душе, я сказал. Второе, вторая главная причина болезни, это образ жизни, это режим дня, сон, двигательная активность, все по времени, периоды суток, вот. Это надо понимать, что, по всей мере, наши сутки, они делятся на шесть периодов, то есть, каждая Доша повторяет свою, вот, часть, внутреннее время и, вот, вечернее время. И, зная эти особенности, мы можем уже выбирать для себя, что нам делать в это время, какая Доша преобладает, потому что, вот, например, для нашей деятельности, там лучше всего преобладает Бита Доша, вот, ну, уже на втором месте Вата Доша, ну, не Капта Доша. Что мы, и, например, какие мы будем выполнять упражнения, асану, даже вот в тот или иной период, вот, суток, это вот очень важное правило, когда нам кушать, и почему нам кушать. И если мы будем снова наблюдать, то мы будем даже видеть, как еда, одна и та же еда, ну, съеденная в разное время, которая была съедена там в положенное время, и которая не подходила, вы будете видеть, как она неправильно переваривается. То есть это все работает. То есть я вам, друзья, делюсь не как теоретик, где-то прочитавший, я вот с вами делюсь вот той практикой, которой я вот сам где-то был возмущен, почему она тебя ломает, и почему она тебя к чему-то принуждает, вот, но ты понимаешь, что это просто разумно, и то, что вот ты не хочешь вначале с чем-то милиться, и до сих пор, ну, то есть это не была определенная, как бы, ломка идет, но все это идет на пользу, прежде всего, здоровья. Да. Ну, просит. Ну, с собрались люди, которые знают, разрушались, которые не знают. Можно тракции так рассказать, где, чтобы люди понимали всех? Да. Многие люди, и ты, рабхи. Ну, да, да, да. А как это узнать, кто? Ну, вообще, этим миром... Вот три казака, да? Они подходят как раз? Да, да, вот, отлично. Вата, пита и кафа. А, мой стихий. Да, 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 да. Ну, вот, вид селикул не могу, ну, как бы, вата, пита, кафа, да. Ну, смотрите, этот мир, он состоит из пяти первоэлементов, просто это, я поскажу, все очень коротко, это вот сюжет. Это эдир, это пространство, это воздух, то есть это уже ощутимое, ощутимое вот вещество, которое мы можем вот именно почувствовать от отговорения, о том, что самолеты по ним летают, вот. Это вата, а, это огонь, и этот огонь, это мы можем видеть как огонь, и любое тепло, где есть тепло, там есть, присутствует как огонь. Где присутствует трансформация в теле, там присутствует огонь. То есть где есть какие-то изменения, вот все огонь, это то, что переводят из одного в другого. Это принцип. Это не только огонь, который мы видим в камине, это вот принцип тепла, трансформации, изменения. Потом будет вода, все, что жидкое, то есть там присутствует элемент воды. Это как вода в таком виде, это вот все, что имеет участь, там присутствует элемент воды. И земля. Ну, земля, это как бы тоже обозначает все твердые предметы. Земля, это может быть стол, это может быть земля такая. То есть присутствует, то, что связывает, то, что дает твердь, то есть это называется земля. То есть из этого состоит в той или иной форме, в той или иной пропуск. Можно сказать, конечно, есть пластмасса, есть и камень, но то есть все это земля. Но оно просто составляет другую структуру. И что? Когда эти первые элементы соединяются, они начинают приобретать активные качества. И одно, то есть соединяя вот этот эфир, это пространство, когда оно соединяется с ветром, оно получается вата-доша. Вата-доша – это то, что ответственно за любое движение. То есть любое перемещение, любая вибрация, любая нервная система, нервная, парасимпрактическая, все, что движется, это самое ответственно в нашем организме вата-доша. То есть вот энергия, которую переносит в балансе, это королева этих дош. То есть она считается вата-доши, и начинается ни одна серьезная болезнь. То есть она приходит сначала в движение, и она переносит в тоши, о которых я скажу позже, она переносит в то или иное министан. Соединяясь в огонь, соединяясь в немного воды, то есть получается пита-доша. Это то, что вот ответственно тоже вот за наше пищеварение, прежде всего, это главная стихия для того, что происходит вот это чудо, из мертвых предметов происходит вот наше живое тело. И вот мы должны понимать, что вот как мы должны быть внимательны к качеству вот этих мертвых предметов, потому что они становятся вот это нашим видом, потому что это становится нами. То есть если мы будем есть что-то негодное, несвежее, лишенное праны, то, соответственно, вот такое тело будет, и, я скажу, никакая йога не поможет. То есть вот, и третья доша, это соединяясь в вода и земля, получается как бы вот такая тягучая субстанция, которая может быть и самая твердая, и самая мягкая, но просто какая-то основа получается тапка доши. То есть это как бы мы должны понять, как вот такие, как принципы, больше вот как принципы. То есть мы, и мы, как вот некоторые говорят, как мы можем увидеть, например, ту или иную дождь по проявлениям, то есть по качеству, как мы можем увидеть температуру. Никак. Мы должны, мы чувствуем, мы чувствуем, что у нас поднялась температура, мы ее меряем, а я верю, что в будущем уже есть некоторые приборы, но пока это еще отрабатывается эта система, которая показывает ту или иную дождь в нашем организме. И все болезни можно разделить на как болезни, одну из дождь, двух дождь, это уже тяжелые хронические болезни, и трех дождь это тяжелое заболевание. То есть мы должны понимать, что вот это когда, этот принцип в порядке, это здоровье. То есть, ну, у всех он разный, в зависимости от прожженной конституции. И мы это набор дождь, вот дождь, 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 это как три, то есть, ну, нету чистой дождь. И вот эти энергии, вот баланс этих трех принципов, это и есть здоровье. И дисбаланс от этих принципов, это и есть причина всех болезней. То есть нет в одном из писаний, а юридический говорит, нет болезни, которая мне дождь. И кто изучает юридиду, тот должен для себя это прежде всего понять, что мы, если современная медицина, она идет от обратного, она идет, вот проявление, мы его лечим, но они не убирают причину, они не убирают то, что, то есть что толку лечить, тот или иной орган, если это просто манифестация той или иной души. Тот или иной орган, он выходит, он слабый сам по себе, генетический, например, он выходит из равновесия из-за каких-то там факторов, и, соответственно, он, выходящая из равновесия души, она вот манифестирует через него. Она ищет слабое место, и каждая душа и болезни тоже, они вот связаны, можно сказать, с разными областями. То есть в болезни, например, верхней, там, высших ключиц, это можно, как правило, это болезни и легких, это болезни вата души, как правило, вот. Это вот все гастриты, панкреатиты, калиты, на ИД, все, что вот имеют. ИД, это имеет то, что воспалительную систему, природу. И, например, и третья болезнь, и третья душа, это то, что имеет рост. Вата душа поднялась, и я ее должен привести в порядок, на практике. Как бы вода, но я влияю на душу. То есть, ну, я, конечно, больше пока еще пью воду, а вот мы, учителя, он влияет чистым образом, влияет на душу. То есть, почему она поднялась? Потому что, ну, да. Я прошу, еще не добавил вопрос, а, значит, теплая вода еще лучше повлияет? Потому что теплая еще добавили, а меня немного. Правильно, конечно, мы просто к Чигуну полтора часа назад приехали, мы успели вам заводить зелье чаем, а как вообще? Завтра я буду зелье чаем, в котором он будет сладкий, он будет горячим, жирным, там будет ложка ги, и тогда вата душа будет в три раза лучше, приводится в порядок. Вообще, я так не делал. И наша жизнь должна, вот, чем быть осознанно, вот в контроле этих душ. То есть, мы должны чувствовать их, видеть их проявления. Например, вата душа, какой-то раздоромезия, у нас поднялась сухость, у нас высохла кожа, у нас высохли слизистые, у нас начало где-то лопаться кожа, у нас, например, стал неустойчивый задерживаться стул, то мы должны, это все сухость, то есть, это сухость везде, у нас какие-то страхи, даже на эмоциях мы должны чувствовать эту душу. И мы должны понимать, что это не то, что, ой, как-то ничего не случится, это просто иногда вата душа, поняла. Вот, и мы должны знать методы, какие, вот, для нормализации этих душ. И чем души уникальны? Своими качествами. То есть, вот как вот, по проявлению и своими качествами. И, например, как мы должны понять, например, выход из равновесия вата души. Это повышение сухости, потому что сухость – это основополагающее качество вата души. Если у нас поднялась сухость, человек, который понимает моё вид, например, у меня поднялась вата души. Я должен что-то поменять своё питание, возможно, свой режим, потому что вата души часто вылетает, неправильный режим. Поменять, даже какие-то асаны поменять, сделать именно, наоборот, испокаивающие. Всё. То есть, мы должны сразу себя регулировать. Потому что, чего учитали беда – это вот вниманию и грамотному отношению к своему телу. Потому что мы должны понять, что только мы ответственны за своё здоровье. Доктор это должен вам только подсказать. И если у вас какая-то всё-таки оказия произошла, ну, не запускать себя ни то хронические болезни, ни то каких-то вот серьёзных проблем. Вот. И потому что современный капитализм – ему невыгодна профилактика и гигиена. Они зарабатывают на больных, всю жизнь их тая, а, под конец, в фатальных болезнях забирают всё, что они накопили за всю жизнь и отправляют. Ну, вот такая судьба. Так вы должны быть думающими людьми. Вот. А как раз йоги – это подавляющее большинство. Это как раз таких думающих людей, а не думающих какими-то переживками, которые вот там есть кто-то говорит, и вообще в сторону бедичной культуры и другие. Это уникальные системы, которые дают нам жить правильно, разумно, вот по законам физики. То есть, по сути дела, йога – это физика тела, вы знаете, а юрведы – это больше таких вот тонких процессов, которые происходят. То есть, это вот две науки, которые должен знать любой человек, который хочет вот достаточно гармонично жить. Вот это науки для того, чтобы мы могли быть в том числе и успешными. Вот. Вы поймёте ещё, да? Спасибо. Да. Продолжим, потому что там была важная причина болезни. Значит, двигательная активность, что я сказал. То есть, она должна, чем старше мы становимся, тем она должна быть менее интенсивна, тем она более щадящая. И это естественно. Потому что вот устойчивость наша и качество вот наших вот этих запчастей, оно ухудшается, и, соответственно, они не могут вынести их под техногруза. И у меня, нескольких моих товарищей, они в очень раннем возрасте, как раз умерли от того, что вот во время каких-то интенсивных тренировок, то есть уже, которые было там за 40-45, вот, и они нагружали себя, как 15-20 лет назад, и после этого перерыва. То есть, такое нельзя делать. Но двигательная активность должна быть у каждого тоже индивидуальна. И наша двигательная активность, она должна нас гармонизировать. То есть, если мы, например, капка Доша, и у нас склонность к каким-то застойным процессам, то наши занятия спорта, они должны, наоборот, вот какой-то теннис, какая-то скакалка, вот то, что вот приводить. А, например, если мы ватра, нас и так разносит от какой-то работы активной, от общения, от города, от всего вот этого, мы должны выбирать себе такие вот более успокаивающие, более увлажняющие для себя упражнения. И вы также должны быть, настоящие мастера йоги, насколько я знаю, они знают об этих влияниях. И вата Доша, также она какая? Она холодная. И вот, как правило, сухость и холод, они вот, когда повышаются, знаете, основу, вот, вроде все те же микроэлементы пришли. Вот пришла вата Доша, пришел вот этот холод, и мы вот чувствуем, что на нем надо воздействовать. И воздействовать противоположным. И альбит в том числе учит о этих всех качествах, ну, противоположного. Например, если это сухое и холодное, если третье качество легкое, также, ну, шершавое, то есть оно имеет много качеств, которые мы, главные качества, и подкачество, по которым мы понимаем присутствие в себе. Если пита, она тоже легкая, она горячая, то есть, если, например, по эмоциям, то пата – это страх, а пита – это гнев. Это раздражение, то есть она более горячая. То есть, и некоторые вот вписывают стресс вот в одно, то есть и страх, и гнев, вот как бы стресс, или неправильного настроения. То есть они имеют разную природу, и, например, у аюрведы на те или иные лодцы будут разные влияния. Не просто, например, когда до этого я еще не знал, аюрведы, вспоминал мне такой стресс, но я больше как к пита с тройством, с тройством, сквольным был, и то есть я где-то перенервничал, и мне дают валерьянку. И мне стало от нее нужно. И потом он начал изучать ее лед, и думаю, как же, как будто успокаивает. И потом, когда я испытывал определенный, скажем, не страх, а вот переживание, холодное чувство, то вот валерьянка мне действительно помогла. А в случае расстройства пита, к небу, она принесет только бред. То есть это пита только увеличится. это возможно вы не поймете с первого раза, но это понятие знания, наука, а тоши одна из самых главных. Но в один прекрасный момент вы будете читать, слушать об этом, вам откроется, вы просто вот увидите этот мир как-то по-другому. То есть я любил это как бы частичное описание вот этой великой матрицы, как вот здесь сработает. То есть я в духовной практике с 99-го года, а вот они ведут там серьезно изучаясь с 10-го года. И скажу, что вот моя вера вообще в это великое устройство, изучая ее веду, она только укрепилась. Просто я вижу, как это красиво все тут продумано, как это все эти качества у каждого по три, например, шесть вкусов, три увеличивают одну дождь, три уменьшают, три охлаждают, три нагревают. И вот все это божественное устройство, это все, скажем, как правильная физика, то есть которая, к сожалению, пока не учит людей. я скажу, что будущее за этим и еще одно из моих почетных обязанностей я глава Товариства Украина-Иния и вот мы всячески продвигаем эти знания в практическом аспекте. Для того, кто считает нужным, кто выбирает себе сам и духовные аспекты, наша миссия это продвигать алюминические знания. Простые доступные советы, которые человек думающий, человек, который есть какая-то наблюдающая, анализирующая жизнь, он просто почувствует в них правильную вибрацию и правильную информацию. Так, режим дня. Сон тоже выбирать для себя как раз заниматься спортом тоже очень важно. То есть нельзя заниматься например после шести. Хотя кроме холодной пустотей активной миссия еще какие-то вещи которые лучше свое время. Также активность, также работа. на третьем месте вы сказали про активность, но до этого в самом начале вы говорили, что то, чем мы занимаемся нужно делать во время питты. А чем мы занимаемся? Вы имеете ввиду йога во время питты? нет, я больше ношу профессиональную деятельность. Второй этап питы идет слишком позор. Вот смотрите, первый этап питы идет с 10 до 2, а второй этап питы тоже идет с 10 до 2 только уже вечером, ну ночью. И первый этап надо для трансформации, а второй этап надо для восстановления, для чистки. И вот очень важно в это время хотя бы 2 часа поспать, для того, чтобы у организма была возможность для восстановления, для очистки, для метаболизма, потому что это не происходит, человек постепенно как бы у него вырастает такая субстанция на санскрите называется ваеведя ама. Это наши как бы токсины, токсины, которые и вырабатываются внутри, и чаще перевариваются, в организме не хватает огня, для того, чтобы усвоить, или это просто плохая пища, которая не усваивается. И как раз в это время с 10 вечера до 2 организм занимается чисткой от этих токсинов. токсины, днем больше усваивает. Он тоже кормится в это время, то есть он как раз на переваривание, потому что это же огромная энергия, реактор должен на переваривание идти. Но этот огонь присутствует везде, где надо потребление и анализ информации, то есть он присутствует, есть огонь зрения, у многих людей когда нарушается пищеварение, падает зрение. И это связано, нарушается общий принцип огня. И потом, когда они если грамотными своими изменениями они чинят себе пищеварение, то также восстановляется иногда в какой-то мере зрение. Психические проблемы. И психические проблемы есть в алюбиде переводится как оскорбление интеллекта. То есть когда мы что-то делаем неправильных энергий, и вот как у нас есть горизонтальные силы, которые управляют этой планетой, это три доши, то есть такие же доши как бы ума. Но вот тут например состояние садвы благости, то есть оно даже дошей не считается, потому что доши переводится как недостаток. Потому что это естественное состояние для здоровья. и один из методов аюбеды он называется садваваджар, то есть переведение человека в садву. Считается, что только в этом состоянии человеку может почувствовать счастье. И вот мы даже мы должны понять даже вот эти все доши они тоже могут быть тоже в разных гунах. То есть это называется состояние эти силы более тонкие, которые называются гуны, они тоже зависят на наше грубое тело. Потому что те же страсти, которые в уме, они влияют на наше пищеварение. То есть такие опытные гастролинтерологи даже еще старой школы. Вот я слышал такое выражение и не знают об этом, что например желудок больше губит не то, что и мы, а то, что есть нас. И вот Аюрведа это точно подтверждает, потому что если огонь поднят в уме, то этот огонь, если человек страстит, он будет все равно проецироваться и на наш ум. То есть вернее на наше тело, на наш желудок, на наш кишечник. И это будет передаваться, будет постепенно, понятно, эпицентр будет оставаться в уме, но это будет проецироваться на все. И для этого также надо какие-то практики для ума и повторение мантр, пранаяма. Для себя каждая пранаяма обладает своими качествами. Какая это будет бодрить, какая это больше успокаивая. Найдите что вам надо в тот или иной момент. Я больше мантра повторения, для меня повторение мантра это пранаяма, медитация, молитва, это все вместе. вы должны каждый выбрать мантру или пранаяму, того, чтобы себя прокачивать, настраивать себя на правильный лад и переходить в более высшую гуну. Задача не просто быть здоровым, а быть здоровым, счастливым, возвышенным, понимающим, а возможным просветлением. то есть задача вообще каждого из нас это как бы достичь это просветление. В каждой традиции это как бы по-разному преподносится. Просветленный это тот, кто установил, я считаю, что это установил свое отношение с Господом или с одним из его аспекта. Может быть, это сияющий Бог, но и который видит все здесь в Есином свете. Покажем мы как бы проходим здесь свои университеты и для того, чтобы не сильные у нас были потери, нам всем надо какие-то йога, для того, чтобы грамотно себя восстанавливать. Можно просто по ходу? По ходу? Изгонное нережисто. Может человек перейти в углу двадцати? К сожалению, нет. То есть его надо переводить одна из практик. Мы должны вообще пытаться редко, смотреть внимательно, кому помочь. Иногда мы можем кому-то давать какие-то знания запредельные, но мы должны смотреть, кому время, место и обстоятельства, кому, зачем, в каком объеме. и одна из рекомендаций моего учителя говорит, если человек невежествен, что какое невежество? Это лень, апатия, лживость, объединение, интоксикация, любое. Это все полное болото. И выводить и давать ему сразу пронцедентные качества, он просто этого не поймет. Это просто невозможно. Какие-то запредельные качества. Ту же алюбеду 15% людей понимают. Но когда люди неподготовлены, чувствуют в этом здоровый смысл. И человека как раз наоборот. У меня есть человек, который был в таком состоянии невежественном, опустился, развод, начал пить, курить и все подряд. Я его как-то выводил из этого состояния. близкий друг детства. Я ему как раз больше страсти. Я не стал понравить какие-то возвышенные вещи, давать какие-то практики. Я просто повез в ночной клуб с девочками и он почувствовал этот вкус в жизни. потом через две недели я уже дал четко и показал что-то другое. А если бы я ему сразу дал, и я так пробовал до этого, мне казалось, что милость сначала человек начал в состоянии понимания, а как раз тамос это полное непонимание, полный ступор. и мы все видели таких людей, которые не понимают, что происходит, настолько у них заблокировано этот ритм жижей. Аудиторию сказали, что нельзя перевести, а тут вы видите, что можно. Но ты через денежку задарожил. Отцы уже действительно можно через страсть перевести блюда. Ну через страсть, да. хорошо. Не страсть. Должна быть. Окей. Инсульт. Инсульт. Как можно забыть? Что? Инсульт. Инсульт. Да. За то, альюберный и кто-то занимался. Ну знаете, у них бывают разные последствия. Но мы можем видеть именно по проявлениям любой болезни. Вот что происходит с людьми. Они засыхают и парализуют. вот какое-то начало засыхать и начинает усыхать. И то есть где-то нарушено помимо грубых каналов в нашем организме есть еще тонкие каналы и вот они тоже будут нарушены их надо восстановить. То есть вот эта сухость мы видим как всыкается орган это повышение этой ваты души и она блокирует если она имеет холодные качества она блокирует деленные потоки и тут есть в виде такой комплекс который называется ханча-карма и который многие из вас слышали который я лично видел очень серьезные результаты я знаю что это практикуется таблетками это можно ускорить просто знать тоже как-то влиять на уделяемые проявления синдроматические но тут надо бить изнутри вообще я всем рекомендую раз в году это такой фактор поддержания ремонта проходить панча-карма тут и в Карпатах есть хорошие диапазы не имею никакого отношения есть хорошие клиники панча-карма и под Киевом и в Киеве мы направляем в Биндию мы считаем что умеряя закрыта в последний год а есть такого уровня у нас в клинике ну вот я считаю что Шабова такого уровня который приемлем ну и еще таких более мелких которые можно получить но все равно с правильной идией с правильным подходом оно все равно как-то я когда прохожу я езжу у меня есть возможность там езжену я прохожу еду в Индию то есть ты переключаешься просто полностью на другой там жарко и влажно и у тебя эту вату доши приводит в порядок то есть первое воздействие в любой практике это вот это воздействие на вату доши это вот успокоить человека потому что у нас есть городских жителей у всех там выше равновесия это как бабки никоби то есть просто и первое вот эти комплекс по чекаме с чего начинается то есть тебя успокаивают то есть сначала тебя перечень чего и успокаивают тем же маслом там бьют на лоб такую тоненькую струйку то есть и тогда тебе дают уже препараты ты сначала расслабляешься ты чувствуешь расслабился и потом начинаешь чистить потому что пока ты не расслабился ноги вот люди находятся вата доши и начинают чиститься и даже шан-пакшалана или другие если у тебя избыток вата доши то он нанесет только только бред то есть для каждого чистки должен быть свой этап и начинается процесс чистки то есть для того чтобы нельзя кормить тело пока мы его не почистили потому что он просто даже не будет усваиваться и я вот видел такие парадоксы когда люди едят горстями дорогие витамины американские и кушают самую лучшую еду самую лучшую а у них не хватает витаминов потому что у них не хватает вот этого огня который может переварить важно не что мы съели а как мы смогли переварить и вот как раз вот эти знания как что надо для меня и в какое время оно поможет вот этого избежать так что еще это может быть вот ошибки интеллекта я сказал и это мистическое воздействие то есть тоже такое бывает многие должны скидывать это не так распространено как кажется но есть кто-то может воздействовать но как он может воздействовать если вы слабый и действительно есть такие темные практики на тебя на тебя иметь твои волосы фотографии это как бы черная магия она существует и некоторые злые люди не знаю не знаю потом падают на души и тела и для будущих рождений и детей и для всех то есть срезут именно вот в эту гадость и мы должны понимать что это существует но для этого должно быть мы быть сильными и мы должны просто правильно быть вибрацией и лучшее это вибрация это духовная практика это то что сможет защитить от любого воздействия если вы в практике вас пробить практически невозможно невероятного уровня должен быть колтун какой-то вот второе есть такая рекомендация в медической культуре вот раз в неделю пригодить в кран и вот есть такое тонкое объяснение что именно во время службы нет хотя бы прийти свечку посадить сделать какой-то обряд то есть чем-то поучаствовать не просто как гости что-то принести туда и тут это касается абсолютно всех традиций друзья я очень открыт я например я обошел практически весь окон я однократно был в Иерусалиме то есть я чувствую также святость этих мест этих мест и этих практик этих служб вот и когда у меня нет возможности быть например в Киеве или Индии на каких-то праздниках восточных ведических то я езжу на служение например католическое или православное будущей Греции или еще это вот когда вместе собираются люди происходит вот именно такой мистический процесс называется определенный общий игр и вот когда люди вместе собираются делают действовать получается определенный портал как бы открывается определенный поток и мы становимся одним целым и вот как-то пробить нас намного было сложнее вот даже мы ум повторили то есть мы в какой-то момент пока слабый такой играет но мы создали определенное поле и вот эта защита она действует ровно недельно и вот в эту неделю пробить например одного человека будет равносильно как пробить например всех то есть тут не просто плюс 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 это все будет умножено то есть два человека это уже не два при повторении то есть вот очень почему очень важно иметь свои практики многие из вас инструктора и ноги и я вот рекомендую всем что перед вашими физическими упражнениями астонами повторять вот какие-то вот хотя бы непродолжительное время может три раза мало хотя бы девять раз хотя бы 27 раз вот такой оптимальный вариант это чтобы не долго потому что весь круг занимает 45 минут сто сто восемь раз это 40 45 минут от скорости повторения то есть вот хотя бы там вот 12 минут вот повторить этому вы увидите как будет совершенно вот в день повторить эти 27 раз вы увидите как совершенно по-другому будет протекать день так также не общаться с этими темными людьми то есть вот мы должны четко видеть кто перед нами есть человек там в шестерке есть чистые демоны сюда приходят человеческие существа божественные такие демонические объекты вот такие ну как правило йога вверх очень интересуются потому что это светлая наука но мы должны таких избегать то есть мы должны понимать что мир это не место для прогулок тут много есть негативного темного и наш разум для того чтобы защищаться и избегать также есть тонкие существа есть раздел в эльбете всего 8 разделов один из них посвящен психическому здоровью ему переводится пхута лидия и вначале когда я знал что это кто-то пхуты я подумал ну как-то причем тут психические болезни например к одержимости духами пхуты переводятся как тонкие существа их целая градация и буддизм хорошо написаны то есть есть сильные есть слабые есть все ну там которые также воздействуют на нас и как правило это происходит вот такие моменты когда мы слабы особенно когда человек под воздействием или чего-либо происходят такие моменты что вот он теряет над собой контроль и начинает управлять некая другая сущность я по образованию юбилист и в семье мама и папа следователи я вот любил читать иногда их дела на работе иногда были такие дела что нормальный человек вот все позитивный добрый все вот он там например напивается и зарезал двух друзей вообще и вот его потом спрашивают вообще этого не помнит я запомнил этот случай и вот вообще как это могло случиться и тогда я подумал вот что он не притворяется а потом уже узнав вообще это все устройство то я уже понимаю что это просто в этот момент и управляли эти духи и для этого для защиты от них тоже существуют определенные практики то есть не обязательно идти если кто-то чувствует каких-то подселенцев или каком-то есть то можно это сделать именно самостоятельно то есть снова именно практика только мы начинаем вибрировать не так как в чем-то вибрирует это существо то есть оно покидает свой тон ему становится некомфортно потому что вообще очень осторожно бегать по всем колдунам и бабкам и всем гадалкам то есть это такая тема очень опасная скажем то есть кому-то помогут а кому-то могут только навредить но рекомендую также друзья всем найти своего астролога все равно есть какие-то подсказки есть благоприятные моменты есть неблагоприятные гороскопы также есть раздел крамка чекица это когда у тебя неблагоприятный гороскоп и у тебя просто период болезни когда так выстроены планеты что у тебя просто обострение той или иной дождь так и мы верим что на нас влияет луна то есть огромных отливов приливов роста растений Мы живем, по сути дела, во многом именно по Луне. И также, поймите, как на нас влияет Луна. Есть планеты, которые намного огромней Луны, и которые тоже имеют свои вибрации. Потому что Луна влияет не только как физический ответ, она также влияет на нас тонко, потому что она имеет определенные качества. И тут вот эти планеты, которые дальше, они имеют еще порой более выраженное качество, и когда они приближаются к Земле, они тоже вот на нас влияют. И с каждым из моментов есть у нас определенная связка. Как узнать, ну тоже вот время, такое стережение, то есть я 10 лет уже был в физической культуре, но не верил в астрологию. То есть у меня были такие вот неудачные опыты в этом деле, то есть просто вот неграмотные или проходимцы, которые там распечатывали из программы, то есть не сами были проводником. Астролог – это прежде всего проводник. Это вот он должен как бы стать вот определенным посланцем высших сил, для того чтобы вот сказательно интерпретировать вот то положение, которое у вас при рождении и в данный момент происходит. тут вот какой-то программой компьютерной это нельзя сделать. Вот. Но потом, когда я увидел, попал к нормальным астрологам, то я увидел, что как это работает. Как проверить, это ваш астролог или нет, то есть пусть он расскажет о вашем прошлом. Расскажет вот примерно… И так вы будете видеть, то есть он чувствует вас, он на той волне, то есть вот он… А вы правильный ли вообще специалист? По этой теме можно? Да. Вы говорите о раджиопишне. Раджётишь, говорите? Да, да. Раджётишь. Ну… Мы понимаем, что, может, минуту мы не… Я рад, что вам встречалась, и вы такие специалисты, но мы понимаем, что точное время, во-первых, у нас уже известно. Ну, плюс, минус, может, не дать бы не поминутное. У нас уже известно. И я, например, в Санасу, там, время рождения. А если его нет, то есть такая практика. Ну, я был у специалистов, никто этим не пользуется. Специально вычислять по событиям. Я не скажу из практики, может, кто-то делает, но я был во многих штатах у астрологов. Был у таких астрологов, у которых уже на твоём… На листе записана твоя судьба. Вот, они как вот ждут тебя. Ну, по судьбе должен туда прийти и что-то услышать. Тут просто какая тема… Я хочу… Просто одна из программ будет посвящена карме и инкарнации. Я хочу сказать, что карма – это достаточно изменчивая субстанция. То есть это то, что мы можем менять. И у нас просто карма – это наши рамки, в которых мы бежим, в которых мы имеем. Каждый из нас имеет какие-то ресурсы, какие-то возможности. И он… Но в этих рамках мы свободны. Просто наши кармы у кого-то – это вот такие рамки. У кого-то у богатых влиятельных – это огромные там рамки у политиков. То есть у каждого есть какие-то… Это вот наши кармы. Но вот в этих рамках мы можем делать выбор и мы можем менять свою судьбу. То есть было бы намного грустней, чтобы уже все предопределено. Не имело бы тогда никакого смысла просто что-то делать. И я поэтому считаю лично я, что вот эти события могут именно меняться сильно. То есть не все не предопределено. Мое понимание астрологии – это как такого важного прогноза погоды. Вот вы, например… Вот я часто в командировке раньше особенно ездил. И вот я всегда узнал прогноз погоды. И я уже знаю. Но ехать мне надо по-любому. Но я уже знал там. Мне надо подготовиться. Мне надо будет зонтик, например, если я буду в другом городе. Мне надо будут уже какие-то… Ну, все вот другая одежда, прежде всего. И что-то взять, может, запасное. Вот я уже подготавливаюсь. И то есть вы должны понимать, что бы там ни было в гороскопе, это все определенный вызов судьбы. То есть не должно быть никакого пораженческого настроения. То есть глобально. То есть есть такие плохие дни, и вы должны знать их. Вы должны посмотреть и чувствовать. Второй уровень – вырабатывайте чувствительность. Вы уже по одному или двум знакам, вы уже видите, благоприятный это или неблагоприятный день для вас. И вы тогда уже можете делать какие-то коррекции. А так вы должны знать глобально, что даже если ваши обстоятельства не совсем будут приятные, у вас есть возможность усилиями, усилиями, именно получением вашего усилия. Понимаете, вы просто тут и грубые усилия какой-то процент, но больше вот именно процент тонкий. Процент – это усилие, это получение знаний. В ветах есть такое выражение, что одним знанием мы сожжем все наши неведения. Но без усилий даже, вы знаете, вот сейчас такое время пошло, что человеку трудно книжку прочитать. Просто трудно одну прочитать книгу. Он может получить работу, но надо просто прочитать книгу. И ветам надо какие-то определенные усилия. И если мы будем получать эти знания, ну сейчас можно когда не читать книгу, сейчас можно знания получать через лекции, через YouTube. И менять свою карту. Тогда вот для чего мы тут собрались? Для того, чтобы поменять свою судьбу. Но четко понимать, что есть такие периоды, когда будут у нас потери, а когда она будет благоприятна. Ну нормально это воспринимать. То есть вот я понимаю, что вот там… Ну я не теряю кошелёк. Просто кошелёк придётся потерять в два раза чаще за эти десять лет, чем за прошлое. Прошлое теряло. В магазине украли. Но у тебя будут более неблагоприятные условия. Но наши усилия должны быть утвоены. Ну, у кого очень тяжёлый гороскоп, то, конечно, лучше идти тогда в такую жёсткую практику. В том числе и в какие-то монастыри и всё. Ты понимаешь, что не встречаются такие люди, что вот человек просто для материальной жизни просто не предназначен. И, наверное, в прошлой жизни он столько натворил всего, что у него просто всё палится на него, там и происходит ужасное событие. А вот начинают жить в монастыре, то есть всё, у него всё порядочек. Всё розовенький, красивенький, всё на новом месте. Но вот мой учитель по юбиде, он говорит, что только один процент мужчин может следовать монашеской практике. То есть я ему задал такой вопрос. Я думал, учить больше. Я думал, пять процентов, десять. Реально, чтобы это было не было ущерно. Дальше. Эта ошибка интеллекта, она называется прагиапараха на санскрите. И мы должны понять, что сбив этих настроек, он сразу вызывает сбив, то есть по всем аспектам нашей жизни и здоровья. То есть это через неправильное решение. Знаете, вот я когда езжу отдыхать, я чисто как исследователь. Я вот исследователь и юбиды, и практик. Я смотрю, вот там, где шведский стол, как люди выбирают себе еду. И ты смотришь, что в основном они выбирают то, что ему не подходит. Понимаете? То есть вот так, просто такой запас прочности этого организма, что вот он достаточно долго может все эти издевательства над собой терпеть. А так и ты, я задумываюсь, почему это происходит. Потому что сознание нарушено. Вот сознание, вот видишь, вот в каком уровне сознание, то есть хочется наслаждений. Понимаете, то, что еда, она может быть наслаждением, но она, прежде всего, должна быть здоровая. Она должна быть питательной. Она должна быть свежей. Потому что вы, как йоги, знаете такое понятие прана. И вот наша еда должна содержать прану. И пища, которая приготовлена больше трех часов назад, пища, которая простояла ночь, которая заморожена, вот эти трехдневные борщи, об этом надо забыть. И вообще, ну, любой консервации, ну, больше это не вам не удивительно, а вашим родственникам лишний раз напомнить. Я своих отучил, понимаете, через десять лет отучил. Вот, и пища должна быть только свежей. Я смотрю, как в них больше энергии, как папочки, мамочки. Вот я их постепенно, знаете, как это с детям, родителям что-то, какие-то изменения внедрить, это ужасно трудно. Ну, я вижу, как они вот питаются сейчас долго. Я говорю, на один раз готовить. Ну, суп можно на день готовить. Ну, вот ни в коем случае, чтобы оно не было там. Долго стояло в колодельнике и несколько дней. Оно обретает другие качества. И мы можем видеть, например, как я человек-наблюдательный, и вижу, как картошечку мы варим. И когда она вот горяченькая, только сняли ее. Ну, и когда вот она там постояла, например, какое-то время, и как эта водичка в какой-то крахман какой-то превратилась, в какую-то жижу. И оно поменяло качество. То есть, если оно до этого было больше огня для переваривания, вот это тепло, то есть оно стало больше огня, стало капхи. И людям, например, там с застойными явлениями, то есть вообще это будет просто не очень хорошо. А также экология. Экология тоже очень важна. И не зря организатор выбирает такой эко-курорт Иске. Потому что, если это одно из лучших мест в Украине, где мы сможем подышать правильным воздухом. Вот сегодня выходишь и чувствуешь эту разницу, кто приехал с городом, особенно с Киева. А можно подать? Да. Я люблю брокколи, и дымою брокколи породило, что они выручены у теплых. Правда? Краще домашние брокколи, какие замороженные, где есть дымою? Краще свежее. Замораживание тоже разрушает структуру. Остаются эти полезные вещества во многом. То есть ничего уж не изменилось как-то. Но прана уже уходит. То есть уходит эта сила из этой клетки этого растения. Она разрушается, она лопается. То есть ей головными передаются вот эту жизненную силу. Наша пища должна быть питательна. Вот всем рекомендую прочитать такую книжку. Это как инструкция тоже. Уже одна из инструкций называется «Боговаргида». Вот маленькую. Лучше всего без комментариев начинать читать, потому что каждый комментарий – это представление той или иной организации. А вот есть найти вот без комментариев. И вот вы прочитаете тут и про ту же пищу. И вот в этой книжке «Боговар» он говорит им о Арджуне. Он спрашивает, какая должна быть пища. Он говорит, что пища должна быть теплая, питательная, маслянистая. И вот пища должна быть питательна. Это то, что подпитывает вашу жизненную силу. Это называется «Оншес». Это вот наша батарейка, которая питает вот все системы и устройства нашего тела. И это в том числе и наш огонь пищеварения, и это в том числе наш иммунитет. Который вот насколько у нас хорошо огонь выглядит, насколько у нас защитные функции хорошо работают. И каждый прием пищи – это то должны быть как определенные дрова, как определенное жертвоприношение. Вот в таком настроении мы должны действовать. Кришна говорит «Я огонь пищеварения в людях». То есть это же мистический процесс, ядерный процесс у нас происходит. Вот преображение чего-то иного в наше живое тело. И мы должны быть в правильном настрое. Это одна из рекомендаций по питанию, то есть это как определенное подношение. Подношение вышло в принципу, мы должны повторить какую-то молитву. Некоторые даже предлагают своим иконам, божествам или читают там какие-то мантры, молитвы. То есть это просто поблагодарить Бога за эту еду и кушать в правильном умонастроении. А вот, к сожалению, замороженная пища, она даже не рекомендуется для освещения. Знаете, просто есть такие ситуации, если не кушать вообще или кушать замороженное, то кушать лучше замороженное. Ну, так понимать для себя, то есть витамины там какие-то останутся по-любому. Останутся и микроэлементы, они никуда не денутся. Но мы должны понимать, что браны там не будет. То есть это мертвое? Ну, мертвое, я думаю, мертвое можно назвать приготовленную в микроволновке, а замороженное. Просто лишенное, в любом случае, там плюсы есть. То есть мертвое – это когда уже принесет бред, я думаю. А я думаю, бреда там нет. Там просто главного качества беда лишена. А вот по поводу, все-таки лучше есть сезонную еду, да, если зимой то, что не заморожено и то, что не с химикатами – это вот корнеплоды. Но по аюрведе корнеплоды – это термастичные продукты. Что делать? Ну, вообще, крупы? Да, ну, овощей тогда никаких не получается. Ну, есть вообще-то таких вот ограничений, что все после зонов – это благоприятно. Знаете, почему? Это тоже можно объяснить, почему просто благоприятно. Например, почему сейчас арбузы, например, были совсем надо. Потому что было лето. Лето вызывает поднял температуры, сухость. И что, вот такой, поднимается дождь, которая нормализуется сладким вкусом, где много воды. И вот в это время как раз листут арбузы. То есть, природа, она все очень продумана. Тут все с умом. И, конечно, благоприятнее арбузы кушать осенью, чем кушать их зимой. Но если вы кушаете зимой, и у вас хорошее пищеварение, и особенно если это упали, то будет вот так. Так что мы должны просто делать сразу свои поправки на вот многие очень качества. И вот почему такие рекомендации по региональному и по сезонному. Вот именно меня корнеплоды интересуют. Потому что у нас в нашем регионе зимой, кроме корнеплодов, никаких овощей толком как бы нет. Именно только тепличные, да? А если не тепличные, то это корнеплоды. Но по аюрведе нужно учитывать все-таки, что аюрведа к нам пришла с Индии, и у них зимой есть все. А у нас зимой как бы только корнеплоды, которые по аюрведе считаются томасичными. То можно ли считать их томасичными у нас? Все-таки нужно делать поправку. Добавьте туда огня. Добавьте туда благости. Добавьте, приготовьте их на... То есть, прежде чем... Мы другими качествами понимаем, что это все настолько тонко. То есть, в принципе, можно корнеплоды... Да. В принципе, как и... Например, там те же помидоры. Вот. И еще там... Баклажаны. Да. Баклажаны, да. Но мы должны имитировать этот уровень. То, что вот этот тамас должен как-то вот повредить нам. Мы не на том уровне, чтобы нам картошка победила. Понимаете? И когда мы будем там промахваться, хотя бы на втором уровне там... То есть, есть три уровня практикующих. Это Канишко. Это Начинающее. Мадьяно. Это Средний уровень. И Утамо. Это уже реализованные, посветленные люди, как это написано. И пока мы находимся вот на вот этом Иллиниатитском, который или на уровне Канишко, нам вот эти все вот тонкости, они не особо играют. Я для себя это понял, когда я путешествовал по Афону. И там мясо не едят на всем Афоне. Но едят рыбу. И я до этого как бы рыбу не ел. И там вот просто ничего не было. Там ты дают рыбу, запеченный лук тебе и кусок хлеба. Все вот такое. И для себя. Я понял, я вообще читал вот как бы освердняющая мертвая еда. Но я увидел людей, которые духовно продвинуты на таком уровне, в котором... Ну вот в Индии я тоже встречал. Но я увидел то, что им не мешает это быть. Да. Вот я с монархом, говорит, мясо мне. Говорит, ну когда в командировке вынужден был есть мясо. Говорит, я сразу чувствовал, как уходит качество молитвы. Как вот я говорю, я по-другому начинаю себя ощущать. Другие желания. То есть он не описывал, говорит. Все, все, поменялись планы. То есть мы приехали, куда-то собирались по одному. То есть вот начали по-другому. Это действительно комассичное описание. Надо избегать вот такую пищу, начать хотя бы вот с мясной. А кто выходит на... Это должен быть естественный процесс. Вот кто выходит выше уровень, то уже чувствует, что прогрессирует духовно. Он тогда может отказываться от этих продуктов, которые ему мешают. Вот. А корнеплоды, это... Если они правильно еще приготовлены, это нормальная еда. Она свойственная для нас. Мы едим ее с самого рождения. Практически с раннего пола. Если мы должны... Мы должны понимать, что тот же картофель, он, например, дает слизь. Вот. И что мы должны дать ему? Мы должны, во-первых, его есть горячим. Его даже можно пожарным есть. Но лучше, чтобы это отготовилось на масле гид. Которое соотлично. Мега соотлично. То есть вот даже... У меня учитель говорит, что если даже вот такое у тебя случилось, что тебе надо подогревать еду. Ну, если... Без фанатизма. Лучше поесть подогретую, чем не поесть вообще, скажем так. Вот. Это тоже. То подогреваю ее на масле гид. А если вы туда добавьте еще вот с отличных специй, например, как кардамон, кориандр... Вот. Вот. Шафран, куркума. Если это все вот... И потом еще вот что-то какое-то импирное там... В чатни. Вот. То... Вы просто будете компенсировать вот этот тамос этих корнеплодов. На переплюсах берет там. Здорово, вам благодарю. Конечно. Можно еще вопрос? Тоже по поводу питания. Вот в нашей климатической зоне традиционно зимой засаливают овощи. То есть не консервация с фруксом, а вот именно квасит. Там капуста, бурят, морковь, всех деревьев. Квасит – это замечательно. Квашение – это консервация, это как бы не очень хорошо. То есть вот то, что долго кроится, вот неестественно, которое вот перед там было сильно опротано по температуре, не дай бог еще какие-то консерванты и все. То оно... Вот смотрите снова. Например, надо всегда следить беспонатизмом. Есть возможность есть что-то другое. Или только вот эти законсервированные помидорчики и огурчики. Если нечего, то надо кушать их. Все равно там есть остатки витаминов и микроэлементов. Если есть возможность кушать свежее, то также теплицы – теплицы розы. То есть мы... Ну, кто... То лучше кушает свежее. Угу. Квашенное. А, квашенное. Квашенное. То есть это определенный процесс происходит. Даже есть такие рекомендации там по восстановлению пищеварения и восстановлению здоровья перед кишечника. Вот как раз квашенные продукты. То есть если они правильно сделаны, то есть квашенные, они добавлены там, уксус, то это класс, и это чисто юридический продукт. И его почему, смотрите, тоже вот природа. То есть он имеет вообще... Тут за счет своего ферментации и кисловатого вкуса, и соленого, которое мы подсаливаем, мы поднимаем все киева огня. То есть это все имеет то, что квашенное, оно приобретает качество огня. То есть вот преображение, фидиментация. И оно становится более легким для переваривания и более горячими свойствами. И как раз мы в основном эти продукты кушаем зимой. Вот. И которые вот просто замечательно подходят. Как раз под это время. Так что квашенные хорошо. Спасибо. Маслогие, оно как раз и есть как накопитель отжеса. Так же как шлаган. А какие у вас знаете еще продукты, которые содержат вот именно с отжесом больше всего? Угу. Ну, хорошо. Хорошо. Я думаю, там три будут подойдут вам. А, какие еще продукты? Да, какие у вас есть. А, ясно. С отжесом. То, что вам подойдет многим. Вот, кроме ваты. Мед. То есть во втором плане, это тибетские три подарка. Будды тибетской медицине. Это гель, мед и чеснок. Чеснок. И вот, например, в Альвене есть средства, которые как бы могут компенсировать свойства чеснока. Но они не всегда под рукой. И я бы все-таки вот рекомендовал в нашем климате от чеснока не отказываться. Хотя вот он тоже во многом атоматичный, он раджистичный больше природы. Но вот некоторым этот раджист надо. То есть вот человек, который находится в застое, в депрессии. Какой-то вот мужчина в обессилии. Какого какие-то вот, ну вообще апатия какая-либо. То мы должны рекомендовать чеснок. То есть это то, что вот даст вот этого, этой страсти. Даст вот этого огня. И для многих, у кого непереносимость, то у меня была непереносимость. Вот я рекомендую такой рецепт. Это 90 градусов? А, 90 градусов? 94 где-то градуса. А сколько минут? Час. Да, вот в течение часа, вот 90-94 градуса, положить чеснок, залить оливковым маслом. И вот пусть оно это постоит. В духовке. Да, в духовке. Во многом там останутся вот эти качества чеснока. Но во многом они перейдут в масло. Масло нейтрализует вот этот лишний огонь. То есть оливковое масло по себе, оно холодное, охлаждающее. И тут вот получится вот такой замечательный соус. Вкусное масло, которое вот очень полезно. А только 94 градуса? А, нет, в целом. Все эти головки просто, зубчики. Перед приготовлением нужно или он должен быть уже очищенным? Очищенный, да. Очищенный, но очищенный. А реклама с немполезетными линиями очисток? Приготовленный линия. Ну, мы должны понимать, что уходит оттуда много. А кто может переносить его так, кого питает не слишком много, то рекомендуется его принимать в нашем климате. А масло оливковое рафинированное или не рафинированное? Нет. Не рафинированное. Не рафинированное? Нет. Добрый день. Разрешите пополнить. Что-то уже не сказано в таком режиме. Смотрите, может потом к вам подойдут и поговорят? Чесноку нельзя резать и глотать, потому что прилетит к стенкам и прожжет. А можно глотать маленькие дольки, просто целиком глотать и организм с них разводить все, что надо. А если чесночные капсулы сами продаются? Да, я согласен. Здравствуйте. Слава, я зафиксировал у вас такую мысль, что правильный питатель – это хорошо, но если не усваивается, то организм будет таков. Так вот вопрос, насколько сознание человека влияет на пищеварение? Конечно, влияет. Если у вас не перевариваются мысли, ну, если проблема, например, в каких-то тяжелых ситуации, это будет так же стопорить и ваше пищеварение. Или наоборот, то есть если вы съели что-то неподходящую еду, то когда это будет влиять на наше сознание, так же будет именно этот стопор проецироваться в его уме. Так что очень важно… Вот снова же я возвращаюсь к этой практике – повторение мантры. Мантры – это как раз та практика, которая не уберет проблемы, а она переключит ваш взгляд на них. Часто мы себе придумываем по-другому. Если у нас дождь не в порядке, если у нас вата дождь, она будет неправильно смесниться, если мы будем летать, будут… Если бита вышла, у нас будет агрессия, то есть мы за нами будем гоняться, а мы будем гоняться. И даже вот эти все ситуации, они потом будут на нас в течение дня влиять во много, вот наш заряд. И для этого вот в Аювере есть такая наука, где на отчаянии – это поведение в течение дня, которое говорит, что вот с самого утра мы должны 10 минут посвятить себя практике настройки и переключения. У всех она разная, у кого-то может быть это христианская молитва, или суру, или почитать тормут, ну или как-то какую-то молитву. И вот 10 минут – вот очень важна правильная самонастройка. Потому что если настройка неправильная, например, есть такая еще рекомендация в Аювере – не кушать, когда вас сильно опуяли те или иные эмоции. Если эта эмоция отрицательная, то так получится, что вот пока эта пища будет перевариваться, эти эмоции вы будете чувствовать. И я на себе это проверил. То есть это действительно так. Лучше не кушать – вот это единственная такая рекомендация, когда вы в дневе, когда вы в сильной обиде, расстройстве, в каком-то горе. То есть лучше в этот момент, по крайней мере, не кушать никакой секторовой еды, какая-то еда должна быть слабая. И продолжение к вашему вопросу по поводу отжеса. Отжес – это больше всего он родится с капхадошей. И капхадоша – она тяжелая, маслянистая, холодная. И вот то, что маслянистая, не обязательно холодная, оно будет поднимать в нашей организме наш отжес. И поэтому сладкий вкус – это хорошо. Некоторые люди, они отказываются от сладкого. Я буду сегодня такие моменты по сыроедению разбивать эти теории все новоявленные. Я скажу, что для многих людей сладкий вкус – это и спасение. Особенно для ваты, ну и для пита-доши. Это для того, чтобы приводить в порядок. То есть я лично знаю людей, которые на время отказывались от всего сладкого. И я видел, как их пита-доша, раздражительность повышалась. И это замечали даже их дети. Мама, скушай пиво. Почему такая зла? Так что эти сахара должны быть максимально натуральные, максимально без каких-то химических добавок. И должны лучше всего кушаться отдельно. Вообще сладкий вкус – он кушается первым, и некоторые начинают кушать пирожные безмерно. То есть это должно быть совсем чуть-чуть. Но лучше всего кушать для того, чтобы он правильно усвоился. Его отдельно – за час до игры или после еды. Он максимально питающий. Он необходим для того, чтобы у нас были силы, устойчивость. Он – это самый такой стабильный вкус. И вот если держится сладкий вкус, вы должны понимать, что этот продукт, где он преобладает, он питает. И дальше еще, уже просто коснулись, я окончу молоко, сильно поднимает ужас. Только вот домашнее молоко. И максимально свежее. Максимально лучше всего в этот день, когда оно было выпрено. Наверное, можно купить и здесь купить. Нам уже нужно прокручивать, да? Да, да. Да, друзья. Ну… Уже все, да? Да. Можно поставить вопрос? Какой чай вы пьете? Разный, в зависимости от времени. Черный – более жесткий, более мягкий. Черный – более… повышает секрецию. Не надо повысить секрецию, не надо. Но все тоже по-разному. То есть напитки – вот все в зависимости от времени и места обстоятельства. Вот такой тем, что я каждое утро пью что-то или ем что-то. Я встал, я продиагностировал себя. Я понимаю, какое у меня состояние и, соответственно, из этого состояния. Я вспомнил, что я кушал вчера, что я пел. Я проанализировал, как я чувствую себя сегодня. И из этого я вот себе выстраиваю водой. Будет он у меня активный или такой, или такой. Чай со специями это пьешь. Какой чай? Какой чай? Какой чай? Молоко. Какой чай? Молоко. Молоко и финики. Вот это еще хотим вот такие по-коротному. Молоко подогрето вместе со специями с ложечкой масла. Это вот лучший такой вот восстановитель силы, да? А специи кардамон. Я пью очень, супруга напомнила. Просто я летом их не пью. Тут пару месяцев вообще. В осень из совготу я пью чай со специями. Это кардамон, кориандр, корица, бадьян, гвоздики еще. И сухой импирь. И сухой импирь. И сухой импирь. Вот набор из этих семей специй. Это будет вообще и греть, и чистить, и давать силы веками. До завтра, друзья. Завтра 14.30 перепоню я буду. Да.